Владимир Путин вчера, 1 июля, подписал закон, который позволяет Федеральной службе охраны ФСО засекретить информацию об имуществе чиновников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, снизу я даю ссылки, потому что в том ролике, которым я делал, была буквально атака троллей, которые кричали «Быть того не может». Так вот, господа, быть может. Теперь у ФСО появляются полномочия, которые обеспечивают защиту персональных лиц, находящихся под госохраной. Также ФСО сможет временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны. Еще больше места для проезда чиновников. Ведомство сможет на законном основании бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы и другие посадочные площадки. Для сотрудников госохраны будут введены ряд ограничений. В частности, они не смогут сообщить в СМИ или в соцсетях о факте своей принадлежности к ФСО и публиковать фото и видеоматериалы о себе и коллегах, чтобы, не дай бог, в Инстаграм ничего не просочилось. Напомним, 21 июня депутаты Госдуры в третьем окончательном чтении приняли президентский законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны ФСО, позволяющий засекретить информацию об имуществе чиновников. В поддержку законопроекта высказалось 377 народных парламентариев. Против проголосовало 36. Ранее также Путин наделил Федеральную службу безопасности правом на изъятие земель, с чем вас и поздравляем, недорогие россияне. Вы думаете, это последняя хорошая новость на сегодня? Нет, не дождетесь. Вчера же, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о программе реновации в Москве, предполагающей массовый снос жилых домов. Плевать он хотел на ваши митинги. Документ опубликован на официальной интернет-портале правовой информации, ссылка опять же снизу. По тексту документа предполагается снос пятиэтажек, если их жители проголосовали за участие в программе. Две трети из живущих. Напомним, 28 июня законопроект был одобрен Советом Федерации в этот день у здания. Совета Федерации задержали лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина на пикете против массового сноса домов по программе реновации. 14 июня законопроект был единодушно одобрен гостурой. 17 июня мэрия Москвы завершила верификацию пользователей и подсчет голосов по проекту программы реновации через замечательную систему «Активный гражданин» и центры госуслуг «Мои документы». По официальным данным за снос высказались жители 4079 домов, то есть 90% из всех принявших участие в голосовании. Все они ждут и дождутся, когда их переселят из их домов в высотки по 20 и 30 этажей. При этом, как отмечают столичные власти, более половины таких домов набрали свыше 90% за, еще более четверти домов набрали за от 80% до 90%. Удивительное единодушие. Непонятно только одно, кто же все эти тысячи, которые выходили на митинги против реновации. Они, видимо, не живущие в Москве граждане, которые понятия не имеют, что и хотят наконец-то осчастливить. Против сноса проголосовали жители всего лишь 200 домов. Еще в 184 домах мнения разделились. За участие в программе в них высказались жители от 40 до 60 квартир. То есть, значит, вопрос решенный, даже те дома, которые против, все равно будут снесены. 60% голосов достаточно для сноса. Другими словами, программа войдет полностью, как и планировали господин Собянин и господин Путин. Центр города будет освобожден от Любинова. Отметим, ранее стало известно, что власти Москвы предложили домостроительным комбинатам разработать предварительные варианты для зданий высотой в 9, 17 и 25 этажей с квартирами площадью от 37 до 90 квадратных метров в рамках программы реновации. Вот только представьте себе, какое счастье переместиться из 5 этажа из своих 37 волшебных квадратных метров в подобные же 37 квадратных метров только где-нибудь на 24 этаже в Новой Москве. Я сердечно, действительно сердечно от всего сердца поздравляю дорогих москвичей. Наконец-то до них тоже дошло. И зверек под названием Песец пробрался и в них жизнь.